Всех приветствую! Сегодня у нас очередная распаковка без гарантии на первое включение. К тому же она опять посвящена видео теме и опять я должен начать с предыстории. Итак, катушечные видеомагнитофоны. Помимо того, что они умеют писать с телевизора, еще они пишут из видеокамеры. Видеокамеры в СССР БТВ выпускались, но правда все они были черно-белыми. Видеомагнитофоны же были и цветными, в частности 591 модель. Больше всего меня интересует, потому что 508 вы сможете поснимать разве что дома, потому что она стационарная и питается от сети 220 вольт. А вот 591 умеет работать от аккумуляторов, повешал его на ремешок на плечо и пошел. А вот камеры были только черно-белые. И соответственно все преимущество цветное этого видеомагнитофона сразу же убивалось. Однако цветные видеокамеры существовали за рубежом. Однако, как всегда, не совместимость цветовых систем. Пал Секам НТСЦ. Я уже однажды попытался найти импортную видеокамеру, но она, к сожалению, оказалась НТСЦ ибо Нейшнл. Это вообще японский Panasonic, так что там ничего другого и ждать в принципе не пришлось. Она еще к тому же 30 кадров в секунду, а не 25, как это было в Пале или в Секаме, то есть в любом случае у нас. Поэтому запустить ее никак не получалось. И тут недавно в очередном порыве ведачества мы с Диего лазали по Авито. И там обнаружилась вот видеокамера под названием Акай. И я сначала особого внимания на нее не обратил, но потом посмотрел и все надписи на ней на французском. И это меня навело на мысль, что она может быть Секам, потому что Секам был распространен в СССР и во Франции. К тому же довольно странный индекс она имела в конце. Благодаря опять же товарищу агент Диего я смог связаться с продавцом, потому что он не оставил ничего кроме номера телефона. В итоге камера была мне выслана. Но на самом деле камеры две. Я еще купил вторую, она немного более навороченная. И не знаю, посмотрим, что приехало. Проводов нет и к тому же все равно остается большой загадкой какой они системы цветности. ПАЛ или Секам. Уже надеюсь не НТСЦ, но все равно я не знаю, что это такое. В общем, в очередной раз вот такая запутанная видео история. Вкратце ее смысл в том, что я пытаюсь найти цветную Секам видеокамеру зарубежного производства, которую можно подрубить портативному цветному катушечному видеомагнетофону. Итак, поехали распаковывать. Итак, мы распаковали коробку и здесь уже находятся какие-то тряпки или бумажки. Итак, вот эта штуковина, это сразу я могу сказать, сейчас поднесу ее к вам поправильнее, это курок от этой видеокамеры. То есть можно с помощью этой штуки запускать к тому же камеру. На ней уже фирменный лейбл Akai. И вот перед вами первая и, наверное, самая крутая из этих двух видеокамер, которая называется Akai VC90S. S, я искренне надеюсь, означает Секам, но самое главное, что надписи, как я и говорил, здесь все по-французски. Камера Видео Клэлл, что-то такое вот. Здесь вместо телефонов тоже телек какой-то написан. У этой камеры, в отличие от второй, на которую мы еще посмотрим, есть очень интересные штуки в виде автоматического приближения и отдаления. То есть не нужно крутить это вручную на объективе, это делается электрический сервоприводом, насколько я понимаю. То есть V, T клавиши довольно плотненькие. Не знаю, работает ли эта камера или нет. Еще здесь интересная штука заключается в том, что здесь есть вот такой телескопический микрофон. Не знаю, насколько он длинный телескопический, но особо выдвигать не буду. Думаю, принцип понятен. Вот сюда он вставляется. Гленда есть, довольно большая такая штуковина. И не знаю, здесь, наверное, должна была быть какая-то резинка на видоискателе, но ее, к сожалению, нет. Сзади красной краской написан номер, то есть эта видеокамера раньше была в какой-то организации. Я даже рискну предположить, что на каком-то телевидении она могла быть, если она была сикамовская, использоваться в паре с каким-то видеомагнитофоном Akai. Ну, потому что французская. Я хочу надеяться, что это все-таки сикам. Но, к сожалению, ни к одной из этих камер нет шнура. Поэтому шнуры мне еще придется распаивать, узнавать распайку, примерно все это соотносить, как это делается в этой видеокамере. И что с этим совпадает уже в катушечном видеомагнитофоне. Придется смотреть. Ну, а пока давайте взглянем на вторую камеру. Вторую видеокамеру я положил другой стороной не случайно. Не просто для того, чтобы показать вот эти два регулятора, которые я на другой камере, конечно же, показать забыл, а еще чтобы и посмотреть на вот эту надпись. Здесь написано Vidicon, знак вопроса. Меня смущает эта надпись, потому что, возможно, это значит, что Vidicon накрылся. И, как бы, когда ее пытались отремонтировать, поставили знак вопроса, не сломался ли в ней Vidicon. Если он накрылся, то это очень печально. Если вторая видеокамера тоже неисправна, то это вдвойне печально. Потому что я брал кота в мешке, и будет довольно грустно, если эти видеокамеры совершенно невосстановимы. Потому что они, скорее всего, сделаны на микросборках, но тут, в принципе, что-то можно обойти. А вот если накрылся Vidicon, то найти второй такой же будет очень проблематично. Легче найти другую камеру. Хотя, с другой стороны, кишки у этой камеры, если они действительно заточены под секам, уже дают многое. Потому что это довольно большая редкость. Опять же, эта видеокамера видно, что французская. Надписи здесь тоже все на французском. Кстати, вот на второй камере я забыл зачитать. Здесь как раз шильдик я нашел. Здесь написано. Камера Video Color. Что-то такое. Уж простите за мой французский, который я совершенно не знаю. На второй камере, кстати, регулировок больше. На второй, которая у меня в руках. На самом деле, она первая. А вот та, что сейчас перед вами, она немножко попримитивнее. У нее нет выдвижного микрофона. По-моему, встроенный в нее есть, но он просто встроен в корпус. Вот здесь. Видимо, никаких регулировок автоматических сервопривода здесь тоже нет. Все регулироваться исключительно вручную. Ну, как раз более простая модель. Другая 90-ая модель. А это, по-моему, 60-ая. Да, WC60S. Опять же, буква S в конце. Хочу надеяться, что это СЕКА. Ну, а сейчас я займусь тем, что буду распаивать шнуры для этих видеокамер и пытаться их запустить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok